В храме Пресвятой Богородицы в Ершове уже на протяжении месяца прихожане отшивают носилки для военных, участвующих в спецоперации. Это естественное желание каждого человека, каждого, я имею в виду гражданина России, внести какой-то вклад в это дело, как-то помочь нашим ребятам. Мы в воскресенье, как правило, на службе, помолимся, потом молебен отец Георгий совершает. И далее вот с 11 часов до 4 до 5, в зависимости от того, насколько у нас есть заготовки, мы вот здесь работаем с большим удовольствием. Неравнодушные люди поддержали инициативу и по уже отработанной схеме совместно производят до 40 единиц еженедельно. С виду простая технология производства требует отточенного навыка и повышенного внимания. Для удобства и скорости разработаны специальные столы-шаблоны, где отмечены места натяжения и скрепления строп. На одни носилки уходят где-то плюс-минус полчаса, на сборку только, на нарезку еще минут 10. Ну и, соответственно, дальше уже отшив – это самая сложная часть процесса, потому что должно быть очень качественно прошито. Есть четкие стандарты, нитки 70 ЛЛ должны быть минимум и обязательно определенной прочности, так же, как и стропа. Любую нельзя использовать, да. Каждая стропа выдерживает нагрузку порядка 300 килограммов. Определенной плотности, определенной ширины – все четко регламентировано. На пошив одного изделия у профессиональной швеи уходит порядка двух часов, у начинающих в разы больше. На сегодняшний день сложность заключается в том, что есть острый дефицит именно в квалифицированных специалистах. Выпуск готового продукта примерно на треть ниже производительности заготовок. Самая большая проблема – это отшивка. Собираем немного, в неделю порядка 40 носилок. Отшивать получается пока только, к сожалению, 10-15. Потому что работают только две швеи на постоянной основе и две швеи приходящие и уходящие. Готовые изделия передаются мобилизованным перед отправкой и военным в зону боевых действий. За время существования благотворительной организации с февраля 2022 года изготовлено более 32 тысяч носилок. Елена Краева, телекомпания Одинцова. Продолжение следует... Продолжение следует...